Микс Ньюс Утро на балконе Кстати, когда говорят о группах риска, о том, ну вот какие социальные группы наиболее подвержены опасности заражения коронавирусом, как раз обращают внимание на то, что тюрьма как место, где люди скучно проводят время, и достаточно вот появиться одному зараженному, как может сразу же лавинообразно подскочить вот количество заболевших, потому что там тесный контакт, там проявление, Практически невозможно соблюдать социальную дистанцию Да, давайте еще раз представлю нашего гостя, тюремный капеллан, основатель центра ресоциализации «Открытый дом Святого Луки», социальный предприниматель, также Мартин Шкруклес, Мартин, доброе утро Доброе утро, Мартин Доброе утро Связи проверим, слышим вроде друг друга хорошо Ну что, расскажите, наверное, с чего мы начнем Начнем со свежего вашего, наверное, проекта Мы знаем, что вы в рамках вот такого социального предпринимательства сделали такие, такой проект запустили, связанный с изготовлением майок, с необычным мессенджем на этих майках И в изготовлении этих майок принимали участие, собственно, осужденные, заключенные Нет, 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 сразу-сразу перейдем Все не так Тут нужно сразу поставить все на место Да, вы меня представили как тюремного капеллана Я тюремный капеллан, но волонтерский, это большая разница Я не работаю в штате, в тюрьме То есть, я не... Сейчас, в это время, когда мы действуем отдаленно Я не могу даже войти в тюрьму Потому что я человек, который отдаленно работает с этими людьми То есть, волонтерский капеллан Это совсем неправильно меня представлять как тюремного капеллана Так что это первое Да Второе, да То, что мы сейчас сделаем, это акция Акция рубашек на день Дезинфекционную рубашку Т-рубашку, да, с мессенджем С мессенджем, который несет что-то хорошее Что-то хорошее, что люди думают, когда они, может быть, находятся в изоляции Они хотят... Они чувствуют как-то себя плохо И... Ну, каждый как-то справляется с этим И тогда, что нам помогает выйти духовно, в первую очередь, с этой изоляцией Да, вот это и есть этот мессендж, который на этих рубашках Да, эти рубашки сделали люди, профессиональные художники Вместе с людьми, которые уже освободились из тюрьм Это не заключенные делали, да Бывшие заключенные, получается Да, бывшие, просто это очень, ну, такой неправильный термин Да, потому что вам же не хотелось бы, если вас все время говорили о вас как о бывших Бывшие, вот вы там сидите, да, вот ведущие Но вы бывшие, знаете, вот бывшие заключенные, да То есть человек попадает в разные трудные ситуации в жизни Но его обзывать бывшим, это очень неправильно, да То есть это люди, которые в таких сенситивных социальных группах находятся И просто им нужно помочь, а опять как-то плавно войти в социум Да, чтобы они чувствовали себя частью нашего общества Но вот этот проект, который вы затеяли Насколько он нашел отклик, насколько люди, ну, чувствуют потребность Приобретать эти майки, эти шорты И вообще... Не, не шорты опять, какие шорты? Не футбольные мешки, не там... Нет, мы понимаем, но просто это не рубашка, это майки, я понимаю все-таки Это просто Т-рубашка, да Три вида пока у нас есть У нас одна есть такая, которая, может быть, христианская С молитвой к святой короне с обращением Да, это святая, которая, ну, как бы, святая, которая покровительница Против разных, таких как пандемий Разных хаотических каких-то наступлений природных и так далее И другая майка, это которая латышская такая Где через народную песню Как бы тоже, как такой дух Помогает человеку быть в духе, в здравии И думать про хорошее, да Мы еще обращаемся к мусульманам, к индуистам К анархистам, к разным таким людям Чтобы они тоже присылали свои месседжи, да Которых мы можем сделать и... А православное будет? Православное будет? Что? Православное будет, майк? Это подходит, да, может быть, если кто-то из православных хочет что-то Но это подходит под христианство Потому что христианство — это религия Язычество — это такая, да, философия Есть рационализм, есть хиндуизм, есть ислам Да, это большие части Православие, католицизм и протестантизм — это одно и то же Иудеи, иудеи, не забудем их Да, Мартинч, у меня такой вопрос Такой вопрос по поводу терминов Вот вы нас, так можно сказать, чуть-чуть даже пристыдили по поводу использования термина «бывшие заключенные» Тем не менее, вот весь этот проект, он, наверное, вкладывается, вы тоже можете меня поправить Он вкладывается в рамки социального предпринимательства А социальное предпринимательство должно обращать внимание на определенные, видимо, проблемы И так или иначе мы не можем избегать того, что он направлен именно на вот проблему того, что люди освобождаются Являются так или иначе все-таки в бывшем заключенном, можем просто не употреблять этот термин Но мы говорим как бы о каких-то проблемах, с которыми не сталкиваются уже вот после Правильно я понимаю? Да-да-да, это правильно, это правильно, да Но если дело в терминах, вот какой можно тогда придумать эфемизм, условно говоря, как афроамериканцы, вот сейчас говорят Ну да, если про политкорректность мы заговорили уж Да, вот это во всем мире неясно Потому что, с одной стороны, так обзывать людей нельзя, потому что это стигматизация Это, ну, если человек попал когда-то в тюрьму, он там отсидел свой срок И он как бы все, он заплатил за то Его потом обзывать бывшим, это означает, что его судить и судить и судить все время Да, это, ну, это неправильно просто И поэтому в западном мире они используют больше таких терминов, как маргинальные социальные группы Или, ну, это тоже не звучит хорошо, но просто затруднительные социальные группы Или как-то таким образом А вот, что касается изготовления еще, чтобы вот проект, может быть, перед тем, как перейти к другим темам Как он воплощался все-таки в двух словах? Кто придумал вообще, кто придумал дизайн, например Идея реально пришла из тюрьмы Человек в тюрьме, он придумал, что он хочет какой-то месседж обществу передать Да, потому что, ну, когда человек сидит в изоляции и в тюрьме, да, тогда он понимает, как это есть Когда тебе не разрешено идти, куда ты хочешь и так далее Но люди, которые столкнулись сейчас в нашем обществе с этим, что мы как бы должны все немножко быть, как в тюрьме То вот человек хотел прислать вот такое свое послание, что ему помогает реально выжить в этой изоляции Да, вот и мы подхватили эту идею и думали, как это воплотить И самое простое, что пришло в голову, это Т-рубашка На Т-рубашке, то есть подходит сезон, когда надевают Т-рубашки люди И вот подхватили эту идею и сделали через наше социальное предприятие Которое называется Творческое агентство Сэйнс Сделали и сделали вот это дело Вы отметили, что сейчас люди тоже оказались в этих условиях Это может, конечно, иронично прозвучить, мой вопрос Но как вам кажется, вот сейчас люди находятся в самоизоляции Но так или иначе это изоляция Там это самоприставка просто потому, что они добровольно себя в эту изоляцию помещают Людям могут чему-то поучиться у людей, которые находятся в вынужденной изоляции? Именно так Там есть эта идея Потому что когда человеку отнимается свобода Тогда он начинает оценивать Оценивать, что это такое Вообще есть вообще разные вещи оценивать в жизни Что ему дано, что ему не дано Когда что-то отнимается, тогда начинает человек оценивать И вот поэтому недаром люди видят Что вот когда тебе что-то отнимают из твоих вещей Или из твоих свобод Что у тебя есть как бы нормально так доступно То вот ты начинаешь обращаться к чему-то глубже Думать, кто ты такой вообще И какой есть смысл твоей жизни И как выжить, если тебе вообще всё отбирают Да, это каждому из нас помогает Ну как бы расти, ну духовно расти Расти психически, психологически То есть таким образом Волонтёрский капеллан И основатель Центра инвестициализации Открытый дом Святого Луки Мартин Шкруклиус у нас сегодня в гостях Нам, кстати, можно позвонить При желании задать вопрос Или прокомментировать наш разговор 672-12-93-9-67-2-13-93-9 Или по WhatsApp-у 230-6-1-9-1 Вот продолжая то, о чём вы говорите Является ли это стереотипным Тоже таким взглядом То, что зачастую люди, которые оказываются В местах лишения свободы Они в это время, что называется Приходят к Богу и к вере Да, приходят Но именно потому, что человек Ищет вопросы Ответы на вопросы в своей жизни Почему так произошло Где ошибся Что сделал не так и так далее И, конечно, человек ищет Ищет, что делать дальше И когда ты сидишь, например В тюрьме, в своей камере У тебя же нет никаких рычагов Чем что сделать Остаётся только мысли твои Твоя медитация внутренняя Твоя молитва То, что у тебя внутри То у тебя и остаётся Ничего большего нет И тогда человек начинает оценивать Что это такое Бог Что это какая-то там сказка Или какое-то там, ну не знаю Что-то отдалённое от нас Чтобы мы просто так знаем Что может быть что-то такое есть Но как на нас действует И что это такое Никто не знает Человек реально сталкивается с тем Как Бог начинает вести его по жизни Как он ему помогает Как он складывает его жизнь Потому что человек один Он ничего не может Он ни на что не может влиять Да, понимаете эту ситуацию Я думаю, не понимаете Потому что не может человек Понять ситуацию Когда он ни на что не может влиять Ну, да, интересно Но вместе с тем Вот есть ли какая-то статистика По поводу того Сколько человек приходит к вере Поскольку есть ведь и другая статистика О том, что большинство Всё-таки повторно оказывается в тюрьме А четверть заключённых Оказываются по четвёртому и пятому разу То есть, как будто бы Может ли человек, поверив в Бога Тем не менее, продолжить свой преступный путь И вот какое здесь есть противоречие Ну, конечно, может Потому что человек остаётся человеком Он... У него есть то, что его багаж Как он прожил свою жизнь до того Как он стал верующим человеком, например И он же не может сразу всё изменить Чудеса не происходят Чудеса происходят по-другому Чудеса происходят таким образом Что человек работает над собой И тогда постепенно-постепенно происходит чудо Это не так, что вот кто-то Вот Бог тебе что-то так Крэкс-пэкс-фэкс сделал И ты другой человек Таким так не бывает И поэтому человек, который Это обращение к вере Это первый шаг для того Чтобы начать новую жизнь Но самому нужно жить эту жизнь Самому нужно работать над собой Над своими проблемами психологическими И разными проблемами Чтобы, во-первых, признать их А потом работать над ними И тогда будет результат И это будет чудо И потому что это трудно Поэтому и люди не возвращаются в тюрьму Они возвращаются к тому То, что они умеют делают В каких-то стрессовых ситуациях В трудных ситуациях Они просто не выдерживают этот натиск Который есть в жизни И начинают обращаться к тому Что они умеют Конечно, не все Есть люди, которые держатся Которые выкарабкиваются Из этой ситуации Но, конечно, статистика такая Как вы говорили Она не очень-то хорошая Но это во всём мире так И без помощи общества Этим людям нельзя Ну, нельзя помочь никаким образом Потому что Они сами Просто сами Не могут выйти Им нужно немножко помочь Когда они входят А к вам обращаются Уже после вот тех, кто освободился Продолжают ли поддерживать Какой-то контакт Может быть, вы Продолжаете с ними общаться? Да, конечно Очень многие У меня По поводу Общества и государственной системы Мы ещё Поговорим обязательно По поводу веры У меня такой тоже Специфический, наверное, вопрос Но мне интересно Всё-таки Вы как человек верующий И близко связаны с этим И в то же время И со светским миром Вы тоже связаны Вы занимаетесь социальным предпринимательством Вся эта история С коронавирусом Вот с точки зрения Вот Может быть, веры Некой Или какой-то религиозно-философской С точки зрения Интерпретируется как-то иначе? Вот Всё, что мы переживаем сейчас Не, ну Каждый интерпретирует Ну, как Ну, по-своему, я думаю Да Но такой официальной интерпретации нету, конечно Да Ну, ваша личная какая Но Как Мы, я думаю Что как любой верующий человек Мы же понимаем Что мы тут на земле Находимся Какой-то Какой-то срок только Да То есть Мы не будем тут жить вечно Да Каждый умрёт Каким-то способом Каким-то образом Да И Ну, это Немножко сдуто всё Да Потому что Ну, конечно Нужно всё Выполнять Что Делается И так далее Всё это хорошо Но если мы смотрим На статистику Реально Сколько людей умирает Гриппом Сколько людей умирает Из-за Самоубийств В Тех самых Абортах Уничтожается Да Ну, то есть Это То, что происходит Сейчас Это Я не знаю Даже кому это выгодно Никому это не выгодно Потому что Если бизнес Останавливается То ни у кого Не будет денег Да Но Но Это Какая-то Психоз Какой-то Массовый А вам кажется Вы всё-таки Придерживались мнения Что раздута Проблема Да, конечно Абсолютно Да Интересно А Если говорить О социальных проектах Майки Которые мы вот Обсудили В начале Это ведь не первый Такой Публичный проект Как минимум Я помню Что На столетие Вы устраивали Выставку Работ Художественных В Ратуши По-моему Она происходила Да Если я ошибаюсь Можем о ней Тоже вспомнить В двух словах Какая судьба Эти картины Постигла Людей Которые эти картины Создали И так далее Ну там Да Была идея О том Чтобы Продавать Эти картины Тем Которые Хотят Да Купить Но Как-то Это не пошло Не пошло Не знаю Почему Может быть Реклама Не хватало Но Как-то Не пошло Но Картины Они стоят Они есть В каких Помещениях Они заложены Упакованы Так что Некоторые Возвратились Обратно К людям Которые Изготавливали Но Таким образом Насколько я помню Там даже был портрет Раймонда Вейниса В принципе Можно было бы ему Преподнести этот портрет Вейнис Не купил Не купил Этот портрет А что Случилось дальше Вот с людьми Которые Их создавали Эти картины Они продолжали Заниматься Творчеством У вас нет Такой информации Да 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 Конечно Продолжают Да Те которые Есть Люди Которые Уже Освободились Да Они Ну Может быть На свободе Не так И уже Много Ты можешь Обращать Делать Это Если Это Основная Твоя Твоя Профессия Но Человек Например Который Участвовал В этой Выставке И который Сейчас еще Находится В местах Заключения Он Потом еще Несколько Международных Даже Конкурсов Участвовал И даже Завел Хорошие Призы Да То есть У нас Есть большие Таланты В художественном Смысле Которые Немножко Сейчас Ну Отдаленные От нас Как Обстоят дела С вашим Домом Святого Луки По моим Подсчетам Он должен Наверное Четвертый Год Работать Да Получается Примерно Да Примерно Идет Четвертый Год Что сейчас Происходит Он работает Не работает Да Работает Работает Отдаленным Способом Работает Специалисты По разным Онлайн Каналам Принимают Консультации И Наши люди Да Услуга Продолжается Все Происходит А вы напомните В двух словах Потому что Я уверен Что далеко Не все Просто Понимают О чем Мы говорим Дом Святого Луки Это место Которое Что Да Это место Где Люди Которые Возвращаются Из тюрьмы Они могут Получить Помощь Получить Социальную Психологическую И Такую Социализирующую Помощь Да Чтобы Чтобы Каким-то Образом Ну Лучше Им было Мягче Возвратиться В жизнь Вот И там Ну Мы Есть специалисты Которые Консультации Индивидуальные И групповые Дают Также Есть люди Социальные Работники Которые Помогают Людям Работать С ихними Социальными Положениями То есть Квартира Работа Врач Семейный И так далее И Есть Возможность Сейчас уже Ну Нет пока Карантина Но Социализоваться Через Культурные Мероприятия Которые Мы проводим Стараемся Проводить В нашем доме Святого Луки А что это за мероприятие Это концерты Какие-то Да Были Камерные Концерты Выставки Открытие Выставок Лекции Под разные Под разные Темы Содействие С Людьми Которые Занимаются С людьми С особыми Надобностями Ну То есть Такие Разные Мероприятия Мы Стараемся Делать Ваш дом Подразумевает Как бы Выпускные Скажем так Вообще Выпускников Насколько я понимаю Ну По крайней мере Вы использовали Такие выпускные Выпускные Еще Не выпускные Я имею ввиду Но людей Которые Это какая-то То есть Какой-то процесс Который имеет окончание Это не просто Человек заходит Уходит Ну конечно Об этих выпускников Как много их Да Люди Которые Обращаются К нам Может стать Нашим клиентом Называем клиентами Стать Да Они становятся На год На год То есть На год Для них Есть такая Интенсивная Помощь Когда человек Уже Или не хочет Стать клиентом Или уже Прошел эту помощь Он может тоже Стать Остаться С нами Вместе И посещать Мероприятия Которые Которые публичные И так далее Мы Никого Не Выгоняем Просто Он уже Не в статусе Клиента Он не Такую Насыщенную Помощь Других Специалистов Получает Им не так Сильно Занимается Но он Может сам Как он Хочет По своим Возможностям Участвовать Во всем Есть ли статистика Сколько людей Смогло Социализоваться Из тех Клиентов Которые уже Вышли Были выпускниками Вашими Ну вот Мы Как Социальную Услугу Предлагаем Это Ну Будет Полноценно Второй Год То есть Первые Два Года Мы Просто Там Устраивались В дом Просто Все это Строили И Принцип Сабы Вливали Но Вот Два Года Прошли Ну То есть Менялись Наши Клиенты И Ну Из тех Которые Прошли Там Здесь Мне кажется Четыре-пять Человек Которые Прошли Полную Эту Программу Но Они Не в тюрьме Они Не в тюрьме Они Каждый В своей Сфере Работает Что-то Делает Да То есть Как-то Складывалась Складывалась Их Жизнь И Они 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 Сейчас Дают Добро Для Сот Ваш Дом Кстати Дом Става Луки Он В районе Морсковского Форштада Да В Москальском Народе Это называется И Насколько я помню Кажется Прошлым летом Вы рассказывали Что хотели Там сделать Мансарду Бестро Хотели сделать Ну да Это все Есть хорошие идеи Но Видите Мы не хотим Для кого-то Что-то сделать Мы хотим Идея такая Что мы помогаем У нас есть Такая Сеть специалистов Помощников Которые И предприниматели И юристы Которые могут Помочь человеку С его идеей Реализовать Эту идею Да Есть конечно Разные идеи В воздухе То есть Про бестро Про Помещение Общей работы Про Деревообработку Все это есть Но Очень трудно Найти людей Которые Которым бы Это было Подошло Что они хотели бы Как свой бизнес Как свое дело Это вести И наши люди Они Очень затруднены В разных Сферах И Ну Предприниматели Вообще Не может быть Любой Да Это Статистика Указывает Что 10% Из населения Вообще Может быть Предприниматели То есть Из наших Наших Людей Которые Приходят Я думаю Такой же Процент Да То есть Мы Ищем Тех Которые Бы хотели Хотели Заняться Как руководители Этого Дела А тогда Уже Остальные Могут Присоединиться Как исполнители Как Как Наемные Рабочие Можно ли Сказать Все-таки Что Обществу Выгоднее Вот этот Процесс Социализации Поддерживать Чем Ну вот Отвернуться От этих Людей И Таким образом Вернуть их В преступный Мир То есть Ну вот Выгода Общества Ну конечно Ну конечно Выгода Это же Ясно Всем Что Если человек Занимается Хорошим делом То он не делает Преступление Мне кажется Это ясно Всем просить Что перебиваю Но вот Такую Логику Не все Все равно Все-таки Исповедуют Что лучше Вот помогать Нежели Изолировать Этих Людей Ну видите Ну это Нужно Посмотреть Логическим Путем Но если Например Собака Она к цепи Привязана И ее Бить И все время К ней Относиться Плохо Но она же Будет Очень злая Никто Не подойдет К ней Но так же С человеком Если все время Его бить Если Это не означает Что он не должен Понести наказание За то что он сделал Это всем ясно Об этом Никто не говорит Но Что делать потом Разве есть Смысл Все время Его Бить 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 И уничтожать Он же станет Злее и злее Да Но нужно же Человеку дать Вторую Вторую возможность Это же каждый хочет В нашей жизни Я думаю Я думаю Каждый Испытал Ситуацию Когда он Пропустил Свою возможность И он Тогда Может быть Со слезами Хочет Что-то Просить Чтобы ему Дали вторую Возможность Если ему Не дает Эту возможность Ну Не знаю Это очень Жестоко И я не думаю Что каждый Хотел бы В такой ситуации Оказаться У меня Вот вопрос Все-таки Связанный С нынешней Экономической Ситуацией Вызванной Коронавирусом Сейчас Все говорят О том Что предстоят Тяжелые Экономические Времена Многие Могут Люди Потерять Работу Вот Как в этих Условиях Найти Работу Как раз Таки Для Людей Освободившихся И Вот Не видите Ли вы Здесь тоже Угрозу Что Поскольку Работы Не будет Вырасти Да Это Ну Конечно Это один из минусов Этого массового Психоза Что Когда Вот Есть такая Угроза Что не будет Работы Это Еще Как-то Губошляется Что Не будет Работы Будет Все плохо Будет Так Ну Тогда Люди Начинают Психовать Просто Говоря Да И Разные Есть Ситуации Что Может Произойти Поэтому Ну Такие Нужно Очень Думать Про то Как Это Влияет На Общество Такие Такие Мероприятия Которые Принимаются Да Как бы Вот такая Изоляция Потому что Не все Не все Ведь С такой Здоровья Психикой Люди Очень Очень Много Наших Людей Из наших Леонтуры Наши Специалисты Работают Двойную Сейчас Потому что Очень Многие Они Просто не могут Выдержать Эту Изоляцию В которой Они Находятся Психически Не могут Выдержать Это Из них Давит Просто Да Потому что Они Думают Про то Как выжить Что делать И это Все Ну Несет Может Нести Плохие Последствия Если Это Затянется Да Но Конечно Это Перемены Будут Я думаю Что Внушительные И Что-то Поменяется Но Поменяется Может быть И даже Но в хорошую Сторону Потому что Если Что-то Что-то Само Собой Закончится Умрет А что-то Возобновится И начнется Так что Не надо Смотреть Только Как бы Что Все будет Плохо Я думаю Что Будет Хорошие Моменты Тоже Хорошее Начало Будет Ну Все Да То Что Все Будет Плохо Мы Конечно Не будем Смотреть Ни в коем Случа Если Мы Горим Про Социальное Предпринимательство Отношение К этой Деятельности К волонтерской Деятельности Тоже Вот Например В 2018 Году Если Не Ошибаюсь Был Принят Закон На Государственном Уровне О Социальном Предпринимательстве Который Должен Был Облегчить Вот Эту Деятельность Насколько Это Помогло Насколько Изменилось Со временем Потому Что Насколько Я помню Вы Рассказывали Когда Вы Открывали Дом Святого Луки Вы Даже Элементарный Счет В банке Вам Было Сложно Открыть Потому Что Не все Понимали Да Но Это Не связано С социальным Предпринимательствами Думаю Этот счет Наш Банки Со Спецификой Связанного Именно Аудиторией Связано Да Ну Да Ну Это Препрессудки Просто Да Мы Не смогли Открывать Открыть Счет Два Месяца В банке Потому Что Банки Нас Ну Не хотели Думали Что Мы Крыша Криминальная Да Что Мы Занимаемся Чем Таким Но Потом Как-то Начали Понимать А сейчас Вот как Еще раз говорю Закон Приняли Вот этот Социальный Бизнес Чувствует Какой-то Все-таки Прогресс Ну Там Еще Нужно Конечно Доработать Особенно Что Относится К Предприятиям Которые Называются Социальными Предприятиями По интеграции Работы Да Потому Что Если Предприниматель Интегрирует Какой-то Свой Населения В свой Ну Через Свой Бизнес В Общество То Это Не Те Работники Которые На Первых Рядах В Рабочем Ринке Находятся Да То Есть Если Предприниматель Таким Делом Занимается То Он Должен Получить Какие-то Льготы От Государства Какую-то Помощь Больше Нежели Только Ну Такую Маленькую Несуществительную Да Ну Над этим Работается И Есть Ассоциации Социальных Предпринимателей Которые Это все Ну Как бы Обхватывает И думает Про то Что Как Изменить Что Что Поменять П лучшему То есть Ну Люди Которые Этим Занимаются Они Думают Как это Сделать Лучше Ну Вот Тоже Если про бизнес Завершая Говорить Сейчас Понятно Какое Время Мы Переживаем Очень Многие Предприниматели Вообще Либо Уже Знают Что Они Не Смогут Продолжать Сво Дело Либо У них Такие Прогнозы Пессимистические Вот вам Как кажется Все Удастся Ваше Ваше Вот это Светлое Дело Останется На плаву На то Оно и Светлое Дело Что Должно Остаться Ну Это Понятно Мы В материальном Мире Пока Еще Живем К сожалению Не Ну Конечно Конечно Не Ну Конечно Стараемся Но Если И Сами Будем Делать То Что То Что Должны Сделать Если Каждый Сделает То Я Думаю Что Я Думаю Что Будет Результат Да Мартин Шкруклей Волонтерский Как раз У меня По поводу Волонтерства Вопрос Вы сказали О том Что Сейчас Ограничено Посещение Мест заключения Вот Как Сейчас Происходит То есть Ну Какая Сейчас Обстановка Могут Ли Например Родственники Посещать Адвокаты Приходить К Людям Которые Находятся В местах Вы знаете Как это Сейчас Происходит Ну Да Не Все Я знаю Но Я знаю Что Адвокаты Да Юристы Могут Да Но Все остальное Мне кажется Что приостановлено Сейчас На этот момент А вы Сами Вот Продолжаете Нет Я тоже Не могу Потому что Я Не на Рабочем месте В тюрьме Значит Тех Которые Работают Они Все Могут Идти И продолжать Продолжать Свою Работу Но То Что Все Было В тюрьмах Как Люди Приходили Как Волонтеры Для людей Это все Прекращено Сейчас А нет ли Возможности Например Тоже По скайпу По телефону По телефону По телефону По телефону Нет конечно Потому что Телефон Мобильный Запрещен В тюрьме Но По скайпу Да Отдаленным Образом Происходит В конференции Да Это тоже Это связано С нормативными Актами Разрешениями Как это Юридически Возможно Для каких Заключенных Да И Ну Это происходит Да А я Правильно Понимаю Вы меня Поправьте Если неправильно Что вы Также Волонтерским Капелланом И при больнице Тоже были Как минимум Гайлизерс Насколько Я понимаю Нет Я не был Капелланом Я Я помогал Больничному Капеллану Просто Устраивать Мы делали В нашей Мастерской Под Дереобработками Делали Алтар Для Капеллы Гайлизерс Наши люди Делали Алтар То есть Это Больше Такая Ремесленная Работа Творческая Творческая А вообще Если говорить Об этом Движение Назовем Это так Ваша Команда И команда Ваших Единомышленников Она Увеличивается Удается Привлекать Людей Таких Как и вы Заинтересованных В этом вопросе Не то Что Их Очень Много Но Все Время Есть Такой Интерес Про Это Дело Да И Раз За Разом Кто-то Пересоединяется То есть Наша Команда Она Небольшая Но Она Такая Сильная Люди Тоже Не убегает Из нее Да Где Можно Приобрести Эти майки Вообще Сколько Они стоят Насколько Это С которых Монач Да Ну Их Можно В интернет Магазине Через Наш Интернет Магазин Нужно Зайти В сайт www.saints.lv Там Есть Магазин Да Или Через Наш Фейсбуковский Комп Saints Creative Agents Или Через Инстаграм Science Miracles То есть Через Эти Три Три Связки Можно Зайти Там И там Есть Возможность Приобрести Этих Маек Этих Да 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 Я хотел Еще Понемногу Переходим К завершающей Части Все-таки Про Такие Государственно Политические Вопросы В частности Не так Давно Как вы Знаете Госконтроль Выступил Со своей Оценкой Процесса Ресоциализации Оценкой Такой Не совсем Положительный Признал Что якобы Вот у нас Этот процесс Плохо работает Может быть То что не работает Не сказать Но не очень работает И вы тогда тоже Я помню Вы комментировали Тоже такой Специфический взгляд Это у вас Об коммуникации Между государством И вот Волонтерами Такими В большей степени Социальными Историями Как ваше Что можешь сказать По этому Друга Непробенциальная Служба Это абсолютно Ясно И без этого Никак И мы Очень рады Что есть Прекрасные Люди Которые Это все Понимают В этих Организациях И понимают И то Важность Волонтеров Которые Приходят Это все Прекрасно Просто Эта вся Система Как таковая Она Тяжеловатая Она реально Ну то есть Поглашает Много денег Но Результат Дает Не такой Какой бы Мы все Хотели Видеть Да И над этим Нужно Просто думать Нужно Нужно Прийти Вместе Сесть За стол Всем тем Которые Занимаются Этим Не только Тем Которые Государственные Службы Как до сих пор Происходит Что Государственные Организации Все решают А волонтеры Ну так Ну приходите Приходите Делайте Что хотите Но Вы не решаете Дела Потому что Очень есть Волонтерские Организации Не только Наша Есть и другие Которые Очень непрофессионально Таким делом Занимаются Как ресоциализация И Нужно Просто Всех Всех За одним Столом Призвать Чтобы люди Думали Как это дело Все вместе Делать И как Поделить Деньги Потому что Если ты делаешь Дело Ты должен Получить За это Деньги Это не только Что Когда ты В тюрьме Работаешь Тогда ты получаешь За это Деньги Нет Если ты Занимаешься Благим делом Для общества И помогаешь Государству Государственным Структурам Делать То Что Они Не могут Сами Сделать До конца То Ну и Нужно делиться Деньгами Конечно И все Ну вы ведь И как За рубежом Тоже Наблюдали За всей За всей Этой Историей Каким-то Опытом Набирались Что Можете Сказать Как дела Обставить За рубежом Что Есть Там Чего Нет У нас И вот По большому Счету Там просто Получше Работает Эта Система Что Государство Больше Доверяет Негосударственному Сектору Это По большому Счету И все Они Например Делегирует Обязательства Если Вот Например Вот Такая Организация Как Управление Мест заключений Да У них Есть Там Задание Охранять Охранять Общество От Преступников Да Ну За рубежом Если Они Не видят Что Государственные Организации Не могут Полностью Это сделать То они Ищут Партнеров Негосударственном Секторе И Находят И Ну Просто И делятся С ними Деньгами Платят Им За это И они Занимаются Этим А у нас Нет У нас Да У нас Монопол Большой Монопол Государства Которое Не может Справиться С этим В конце Концов Ну Это 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 Опять Государственный Политический Вопрос Но У нас На повестке дня Постоянно Ситуация С самими Тюрьмами Люди Это люди Но Это инфраструктура И То что у нас Тюрьмы Там Позакрывали Брасовскую Недавно Закрыли Лепойская Она строится Уже 10 лет Никак не начнет Она строится Или не продолжится Это ведь тоже Серьезный вопрос Ну конечно Когда Есть такая Вещь Как тюремная Субкультура Где есть свои законы Свои какие-то там Уставы Регламенты И так далее Это такая Криминальная Криминальная Сфера И когда человек Попадает В тюрьме Он попадает В эту Субкультуру И чтобы Эта субкультура Ну Делает Большие Большие Плохие дела Для человека Она Превращает Человека В такой Робот Криминальный Такой Ну И это Это плохо И чтобы избежать Этого Нужна Хорошая Нужна Такая Тюрьма Где Люди Не могут Им нет Возможности Быть Все время Вместе Где они Могут быть По одному По двумя По тремя Вместе И делать Дела Которые им Нужны делать Для ресоциализации А не просто Вот Быть вместе Ходить по площадке Там Чем-то Ничем заниматься Каким-то дурачеством И так далее Да И вот поэтому И нужно Такие Современные Тюрьмы Где Возможно Это эффективно Эту изоляцию Для людей Эффективным образом Осуществлять Поэтому и Новая тюрьма Она Очень бы Помогла Избежать Тюремной Субкультуры И людям Было Легче Приносить Эту изоляцию То есть Изоляция Получается Иногда И идет Во благо Нет Я имею ввиду Во благо Если мы говорим О том Чтобы Огородить Человек От влияния Тюремной Субкультуры Да Я просто Помнил Интересно Что сейчас Когда развивался Этот Большой Дело Кристины Миссона Гражданки Латвии Которую Вызволяли Там же тоже Стоял вопрос Помимо Всяких Правовых Вопросов Вызволяли Потому что Ей грозила Тюрьма В ЮАР Которая Якобы Представляет Просто Угрозу Для здоровья И жизни Человека И Латвийская Тюрьма Таким образом В этой Вот Истории Она была Таким Спасением Парадоксально Да Ну так Забавно А вообще Еще такой Чувствительный Вопрос Часто Приходят Слышать Такую Фразу Что В Латвии Тюрьмы Разговаривают На русском Языке Это Правда Ну Вообще То Да Вообще То Есть Так Это Приходит Из того Пришло Что Вся Тюремная Система Она Была В советское Время Под Под Министерством Охраны То есть Это была Армия Которая Охраняла Тюрьмы И И Поэтому Поэтому Вот Эта Русскоязычная Культура Она Как-то Зашла Очень Это Не означает Что там Русскоязычные Люди Их Тоже Есть Но Латыши Тоже Там Очень Много И Разных Других Тоже Много Поэтому Просто Вот такая Ну Она Так Зашла Вот Эта Культура И Она Не так Быстро Уходит Ну Я не знаю Плохо Неплохо Это Другой Вопрос Но Так Так Есть Да Ну Что Будем Понемногу Заканчивать У нас Время Заходит Желаем Вам Удачи Мартинч В это Непростое Время Делать Ваше Благое И Не боитесь Не боитесь Будет Хорошо Спасибо Большое Хорошего Вам Дня Прощаемся С Мартинч Волонтерский Капеллан Основатель Центра Ре Социализация Открытый Дом Святого Луки Мартин Шкруклес Был у Нас